Я приглашаю Кадырову Дарью Дмитриевну. Напомню, что она была победителем в секции рак мочевого пузыря со своим клиническим примером. Глубоко уважаемый суд и присяжный, хочу предоставить вам свой клинический случай лечения пациента с метастатическим урталиальным раком. Пять минут нам поставьте, пожалуйста. Я очень сильно постараюсь уложиться, потому что пациент прошел пять линий терапии, и если на каждую линию по одной минуте вкладывать, будет очень хорошо. Итак, пациент обратился с жалобами на макрогематурию в марте 2018 года, и при обследовании была выявлена опухоль мочевого пузыря до 7 см в проекции устья левого мочеточника. И, соответственно, пациенту была проведена операция в виде резекции мочевого пузыря с наложением уротероцистаная анастомоза слева. Гистологически подтвержден переходно-клеточный рак ГРАИ-2 с инвазией в слизистый слой, при этом мышечная оболочка была интактна. И пациенту проведен курс внутрипузырной химиотерапии препаратом метамицин. Далее пациент уходит у нас на динамическое наблюдение в течение трех лет, при этом, согласно всем клиническим рекомендациям, мы не обнаружили ни признаков рецидива, ни прогрессирования болезни. Но в сентябре 2021 года по результатам УЗИ и рентгенологических обследований уже были выявлены забрышины и подвздошные лимфоузлы практически до полутора сантиметров. И, соответственно, длительностью раннего динамического наблюдения мы решили все-таки провести биопсию подвздошных лимфоузлов для того, чтобы уточнить дистогенез, где мы подтвердили метастатическое поражение лимфоузлов переходно-клеточным раком. И, согласно клиническим рекомендациям, в первой линии терапии, учитывая отсутствие противопоказаний к препаратам платины, пациенту была проведена терапия гемцитабином с цисплатином в течение трех курсов. Отмечались нежелательные реакции в виде тромбоцитопении, Грей-2, астения и анемический синдром, при этом ЭКОК пациент ухудшился до единицы. Но по результатам рентгенологических обследований мы увидели увеличение забрышинных и подвздошных лимфоузлов, что, согласно критериям РЕЦИСТ, является прогрессированием заболевания. Во второй линии терапии с марта 2022 года мы назначили уже курс иммунтерапии от изолизумабом каждые три недели. При этом ЭКОК пациента у нас улучшился, был незначительный астенический синдром, но в конце курсов иммунтерапии у пациента отмечалась уже дышка при минимальной физической нагрузке и малопродуктивный кашель. При рентгенологическом обследовании зарегистрировано появление множественных метастатических сайтов в лёгких, а также метастатическое поражение лимфоузлов, и появился новый очаг в толще левой прямой мышцы живота до 5 сантиметров. Здесь мы с вами видим динамику забрышинных лимфоузлов, их значительное увеличение, и также появление новых очагов в лёгких и в прямой мышце живота. Согласно критериям РИЦИФТ, в данном случае появление новых очагов является прогрессированием заболеваниям, и в третьей линии терапии пациенты уже назначили курс по клетокселу. На данный вид лечения пациент очень тяжело переносил, ухудшился до 2, при этом появились выраженные боли в области левого тазобедренного сустава, и пациент начал использовать трость для того, чтобы можно было самостоятельно ходить. Не дожидаясь третьего курса пациенту провели радиологическое обследование, мы нашли новый очаг в виде метастатического поражения костей таза слева. При этом также мы видим с вами по КТ-сканам увеличение очагов в лёгких, появление новых очагов в лёгких и метастатическое поражение костей таза с левой стороны. По критериям рецист это является прогрессированием заболевания, появление новых очагов, и в качестве палеотивного курса лучевой терапии была, в качестве обезболивания пациенту была проведена палеотивная лучевая терапия в январе 2023 года. Ну, когда пациент находился на иммунотерапии, мы взяли ему, вернее отправили материал на исследование мутации, и там была выявлена мутация в GFR-3. В следующей, в четвёртой линии терапии пациенту уже был назначен таргетный препарат в виде эрдофитениба 8 мг каждые 3 недели. Первый радиологический контроль у нас был через 3 месяца. Из нежелательных реакций был зарегистрирован кожный сыпь, гиперфосфатемия и ониходистрофия пальцев кистей. При этом эко-кокос пациента значительно улучшился, болевой синдром был купирован, трость он свою выкинул через балкон, он рассказывал. И по данным компьютерного исследования мы увидели достаточно хороший эффект в виде уменьшения лимфатического поражения, также уменьшения метастатических очагов в лёгких, нарастание склеротического компонента в костях таза слева. И посмотрите на эти КТ-сканы, насколько препарат ордофитениб намного лучше помог пациенту в виде уменьшения поражения всех ранее визуализируемых очагов. Согласно критериям РИЦИС был достигнут частичный ответ, уменьшение на 48%. Соответственно, курс лечения был пациенту уже продолжен. К нежелательным реакциям подсоединилось снижение остроты зрения и у них эмикоз пальцев в стоп, но при этом всё было в пределах допустимых значений. В августе был проведён радиологический контроль. К сожалению, в данном случае мы обнаружили впервые выявленный очаг печени до 3 см. В сентябре пациенту была проведена трепан-биопсия, где гистологически подтверждён метастатический процесс уроталиальным раком. В пятой линии терапии у нас пациент самостоятельно обратился за рубеж, где ему был рекомендован курс лечения инфартумабом видотин. На данный момент пациент у нас продолжает лечение. Была зарегистрирована только экстравазация препарата, в связи с чем была установлена порт-система. Общая выживаемость нашего пациента составила практически более 5,5 лет. При этом самый наилучший ответ у нас был достигнут на фоне иммунотерапии и новых онкологических препаратов в виде таргетного лечения и конюнгата. Благодарю за внимание. Большое спасибо. За неимением времени и за всем остальным позвольте перейти к обсуждению. У кого-нибудь есть комментарии? Кто-нибудь хочет выступить в качестве свидетеля защиты или обвинения по делу о метастатическом уротелиальном раке? Спасибо. Тогда позвольте перейти непосредственно к моим выводам, которые у меня получились в результате слушания этого дела. Итак, когда мы говорили о местно распространенном и неоперабельном раке мочевого пузыря, мы говорили до предыдущей классификации о четвертой стадии болезни. Сейчас это заболевание относится к третьей B стадии болезни, согласно последнему изданию ТНМ. Так вот, о чем говорят нам клинические рекомендации? В клинических рекомендациях российского общества онкоурологов, не российского общества, а Ассоциации онкологов России, про эту категорию больных не упомянута вообще. Если мы обратимся к американским рекомендациям, то здесь нам предлагают либо системную терапию, либо конкурентную химио-лучевую терапию. Исторически все представленные многоуважаемым защитникам исследования в отношении метастазно-направленной терапии этой категории больных все-таки были представлены до того момента, когда мы начали в активной практике использовать АВЛУМАП. Обратите внимание, общая выживаемость при химио-лучевом воздействии на опухоль при местно распространенном процессе не превышает по самым оптимистичным прогнозам 19 месяцев. Перед вами совсем свежий ретроспективный анализ национальной базы данных. Я очень люблю эти исследования, потому что мы здесь с вами можем рассуждать о чем угодно. А далее берем то, как пролечили этих больных за определенный период времени и видим, как дела обстоят на самом деле. Итак, пациенты с третьей B стадии болезни, она перед вами, Т1, Т4, Н2, Н3, выделили 2500 больных, одной группе сделали цистектомию, конкурентную химио-лучевую терапию или системная терапия только. Опять же, 2019 год, нет активного внедрения АВЛУМАПа. Химио-лучевое лечение от радикальной цистектомии по выживаемости опухоль специфической не отличалось, тогда как для химио-терапии против химио-лучевого лечения преимущество в пользу локального воздействия. Но обратите внимание на эти цифры. Радикальная цистектомия 21,5, химио-лучевая терапия 19,8, только химио-терапия 14 месяцев, общая выживаемость. Вспоминаем о том, что хирургическое вмешательство, как и лучевая терапия, сопряжены с большим количеством осложнений, в ряде случаев приводит к инвалидизации больного, если мы говорим о постоянном комбигезивном мочеприемниках, ухудшение функции состояния почек, ну и, собственно, что с этим больным делать дальше в такой ситуации. В этом исследовании, которое благополучно нам представил Илья Валерьевич, были таки пациенты с местно распространенным неоперабельным процессом. И обратите внимание, именно в этой категории больных зарегистрировано максимальное преимущество у тех пациентов, которые получили авилумаб. Цифр у нас пока нет. Если медиана для всей когорты сейчас почти 30 месяцев, то на АСКО 2024 года ожидается подгрупповой анализ, и мы узнаем, сколько прожили, какая медиана у этой категории больных. Не будем делать цистектомию при неметастатическом, местно распространенном нерезиктабельном процессе. Метастатический урталиальный рак. Опять же, 31 месяц гемциз, потом авилумаб, 25,8, гемкарба, потом авилумаб. Циторедуктивная нефрактомия у больных М1 до эры авилумаба. Медиана общей выживаемости 20 месяцев. Это та же база данных 2004-2019 год. 247 пациентов со стадии М1 с достигнутой ремиссией болезни. То, о чем говорил Денис Георгиевич. Будем ли мы рассматривать у этих больных цистектомию? Да не будем. 20 месяцев. Дистанционная лучевая терапия или тур на остаточную опухоль? Будем? Не будем. Медиана общей выживаемости 12 месяцев. Лучевая терапия при метастатическом раке у пациентов, получающих системную терапию, не приводит к увеличению результатов общей выживаемости. Метастаз направленная лучевая терапия. Обратите внимание, медиана общей выживаемости только в одном исследовании была продемонстрирована в 51 месяц. Все остальные результаты не превышают результаты исследования Джавелин-Реннелл-Бледер и те подтверждающие исследования реальной клинической практики, которые есть на сегодняшний день. Что дальше? Третья линия терапии. Энфортумаб-Видатин зарегистрирован в прошлом году. Здорово, потому что что делать с этими больными раньше, мы не знали. И эрдофетиниб зарегистрирован для лечения у пациентов, имеющих альтерации в генах FGFR. Ошеломляющее исследование, с последующими овациями, впервые представленное широкой публике, энфортумаб-Видатин с пембролизумабом. О какой внедрении энфортумаба с пембролизумабом идет речь на территории, допустим, нашей страны? Да, мы считаем, что это наше будущее, но я бы все-таки сказала, это наше очень далекое будущее. Если не все регионы в настоящее время имеют возможность продолжать терапию, вообще переходить на поддерживающую терапию авилумабом, где будет энфортумаб-Видатин с пембролизумабом, не знаю. Наверное, только в избранных медицинских учреждениях Москвы. Что дальше с нашими больными? А вот где мы видим уже сейчас приложение энфортумаб-Видатина, так это тем больным, у которых удалось достигнуть длительной ремиссии на фоне авилумаба. Обратите внимание под групповой анализ. Что делать с этими больными? Часть из них получила коньюгаты, часть химиопрепараты препаратами платины, другая химиотерапия и прочая терапия. 40,8 месяцев медиана общей выживаемости, если мы последовательно после химии авилумаб будем принимать, наши больные будут получать энфортумаб-Видатин. Вот так мы должны сейчас лечить. Итак, перед вами окончательный приговор. Место распространённый неоперабельный метастатический воротилиальный рак приговаривается к получению в первой линии лекарственной терапии цисплотина или карбоплотин, содержащих схем. Мы должны сделать максимальное усилие, чтобы эта когорта больных была как можно больше, и стремиться должны к процентам к 90. И только малой долей больных, которые у нас остаются, они должны получать в первой линии иммуно-онкологические препараты только. Далее мы достигаем у большинства пациентов ремиссии, причём чем больше доза доля цисплотин, получающих пациентов по сравнению с карбоплотином, тем больше будет частота объективного ответа и стабилизация. Таким образом, большая доля пациентов переходит на авилумаб. В случае прогрессирования в этой ситуации мы назначаем пациентам препараты эрдофетиниб в случае наличия аберрации в генах FGFR, которые я настоятельно вам рекомендую проводить тестирование до начала любой лекарственной терапии, или в случае отсутствия этих мутаций дикий тип эрдофетиниб. Что сначала, что потом, время покажет. Существует два небольших исследования. Одно из них показало, что сначала лучше эрдофетиниб, потом инфартумаб работает в этой ситуации лучше. Другое исследование показало, что нет разницы, в какой последовательности назначать эти два новых препарата. Ну, и в участии больных можно рассмотреть реиндукцию платино-содержащих схем в зависимости от того, какой срок наблюдения. Благодарю за внимание. У меня все. Спасибо. 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 Спасибо.